Привет, ребятки! Уже традиция, что начиная играть в Эвердейл, ну точнее в самом начале каждого видео, я сначала вам показываю сам Эвердейл вот в таком виде, типа игры Supercell, вот он Brawl Stars, Rush Wars, который закрыли, Clash Royale, Clash of Clans, Clash Quest и вот он Эвердейл. Почему? Дело в том, что вот Rush Wars стоит сверху Эвердейл и это очень символично. Мне по-прежнему кажется, что эту игру могут закрыть с большой вероятностью. И я как истинный тестировщик и фанат Supercell, ну тестировщик почему? Потому что все игры тестирую, так или иначе, просто некоторые мне совсем не нравятся, некоторые нравятся чуть больше, ну я про Rush Wars, например, я в нее поиграл ровно неделю и забил, но успел туда задонать каких-то денег и мне вернули эти деньги, когда игру закрывали. Так вот, я убежден, что мне вернут деньги, я уже влил немало в Эвердейл, наверное баксов 200 уже точно влил, вот Софа знает точнее. И мне, думаю, надеюсь, их, если что, вернут. Сегодня хочу показать, что и как у меня происходит в Эвердейл. Я далеко продвинулся уже за это время, играю каждый день. Играю намного больше, чем даже в тот же Brawl Stars, потому что в Brawl Stars горит. Я не могу выбить, блин, на гаджет, короче, не могу не то, что выбить, а найти его в магазине на легендарном аккаунте. Ну в общем, смотрите прошлое видео, все поймете. Так вот, что с Эвердейлом? Какие ништяки здесь возникли? Во-первых, у нас у клана возникла гигантская сложность. Это кирпичи. В общем, суть игры, Эвердейл, как я напоминаю, помимо того, что ты вкачиваешь свой локальный аккаунт, у тебя еще есть и глобальная забота вкачивать общее с окланами сооружение. То есть у нас в клане 10 человек, и есть общее строение, которое нам дают разное, собственно, удобство, разную роскошь, разные ресурсы мы можем производить. Например, в общем, вот на общей пекарне мы все печем хлеб. Видите, вот Аурум что-то сейчас печет, в то же время Серега стоит в очередь, Орео тут и так далее. Вот Аурум там занял кучу места. Собственно, это общее, и мы их вкачиваем. Но для того, чтобы вкачивать, нужно давать ресурсы. И все было классно, мы шли очень круто. Помните прошлый ролик по монументу? Мы были в топе мира, причем там в топ-5 мира. В общем, очень круто, ну, в топ-10 точнее. Это было очень круто, но мы уперлись в абсолютно непостижимую хрень. Появились вот такие вот кирпичи. То есть раньше для того, чтобы строить здание, кирпичи не нужны были. А теперь, как видите, кирпичи нужны. И так оказалось, что из 10 человек в клане ни у кого нет этих кирпичей. Мы такие, что это вообще за ресурс? Как это делать и какого фига? То есть, по сути, развитие самой долины мы прорашили. Те, кто играли в Clash of Clans, они в курсе об этом выражении. Мы сделали раш не на Б. Раш, просто, просто прорашили развитие деревни. У нас у самих ресурсов не хватает, а уже пошли лютые ресурсы. Но, помимо прочего, мне кажется, что здесь еще есть недоработка разрабов. Потому что они не сбалансировали игру таким образом, что при среднем нашем развитии внутри деревни или при быстром развитии внутри деревни у нас появляются ресурсы, которые мы не можем закрывать. Это тупо, согласись. Это бред. Уважаемые разработчики, обратите на это внимание. Мы застряли. Я первый в клане, кто построил себе... Ну, вы уже заметили, да, что я закрываю кирпичи. Кто построил себе завод кирпичей. Блин, завод кирпичей тоже звучит кринжово. Знаешь, как будто, типа, испугался в простонародье, да? На нашем тинейджерском сленговом говоре завод кирпичей означает, что ты прям кого-то очень сильно испугался. В общем, и начал строить эти кирпичи. Оказывается, строятся они с глины. То есть для того, чтобы нам построить один кирпич, нужен один кусок глины. И какое-то время, я думаю, где-то минуту. Может, меньше, надо, кстати, засечь. Это отдельная тема. Напомните мне, чтобы я поговорил про вот эти датчики, которые вот Brick Storage Full in 4 часа 23 минуты. Это просто лютый кринж какой-то. Но не об этом. И дело все в том, что я единственный, кто обладает этим богатством и может закрывать здания. Одновременно можно строить три здания в нашей долине. То есть на данный момент мы строим, улучшаем на 12 уровень Гранд Монумент. В то же время Тейлор. Ну, это типа швейная, да, наверное, так называется. И, значит, гильдия строителей. И, как вы думаете, открывая каждое из этих зданий, мы видим, что не закрыты кирпичи. Мы все люто быстро закрываем, но кирпичи, это прям трэш. Сейчас несколько моих сокланов, те, которые донатеры, те, которые побыстрее развиваются, они тоже на пути открытия, собственно, этой технологии. И потом они смогут тоже донатить. Кстати говоря, это все очень похоже. Я бы сделал такую же игру, но как по развитию планет, например. Потому что очень похоже. То есть не до конца правдоподобно, что все зависят от того, от кирпичей. Если бы мы все строили, там, например, локально адронный коллайдер. То есть, ну, представь, ты вот маленькая планетка. Я сейчас пофантазирую просто, а вы напишите, сумасшедший я или нет. Вот это, например, не долина моя личная, не деревня, а маленькая планета, земля. И я здесь развиваюсь, локально живу себе, не подозревая о том, что существует еще разум, кроме меня, да. И тут, когда я достраиваюсь до определенного левела, понял? То есть, типа, я там, мир будущего начинается. То я понимаю, что я в галактике не одинок, а есть еще куча каких-то миров. И мы с ними фигачим какой-то межгалактический какой-нибудь союз, федерацию там какой-нибудь. Начинаются уже там Звездные войны или Стартрек, Звездный путь. В общем, и фигачим и начинаем делать какие-то совместные исследования, разработки. То есть, ты локально должен развиваться, чтобы поспеть за своей конкретной федерацией. А потом, если сделать вот так еще выше, ты видишь кучу федераций, с которыми ты можешь законтачиться и сделать там альянсы. И это вот, вот это было бы реально круто. Но так максимальный крин, что, типа, блин, мы зависим от кирпичей. Если бы мы зависели от каких-нибудь, какого-нибудь урана или титана, ну, помните, что там гонка вооружений у нас внутри планеты была, да? Ну, типа, вот, ну, даже сейчас мы конченые. И там, вот, Америка, Россия, Китай, что-то они там делят, какая-то политика. Ну, это дерьмо всех людишек, вот этих, вот этих просто несовершенных, неидеальных людишек. Постоянно они что-то делят между собой, воюют. Какие-то, что-то, фу, блин. Ну, реально, какие-то странные эти люди. Нет бы, блин, раз, и открыть глаза и понять, что ты там, ну, короче, вселенная, все дела. В общем, ладно, это я уже загоняюсь, сорян. Так вот, игра в этом смысле, ну, короче, по поводу моей галактики и идею вы поняли, да? Мне кажется, если кто-то будет тырить, слизывать эту идею именно, ну, точнее, эту игру конкретно, потому что любая игра, которая выпускается компанией Supercell, сразу же слизывается, потому что там есть намек на крутую монетизацию. И каждые какие-нибудь глиномесы с Mail.ru, например, обязательно хотят себе такую же. То есть, вы знаете, что у Mail.ru есть пародия на Clash Royale, Clash of Clans и Brawl Stars. Как минимум на... А, ну, конечно, Хайдей, очевидно. Как минимум на эти четыре игры у Mail.ru или у компаний, которые входят или где-то около Mail.ru, они, короче, это уже стыбзили. То есть, если они будут переделывать... Не делайте фермы! Я бы хотел поиграть в какую-то космическую Одиссею. Это было бы классно. Потому что вот эта задумка клевая, что вот твоя долина, а потом раз, ты такой, и офигел. То есть, представь, планета Земля, раз, космос, там, тем-тем-тем-тем-тем. И такое, типа, погнал развитие. Это прикольно. Так что, с кирпичами я, короче, развиваюсь. По поводу моего пути, ребят, наверное, всем интересно. Вы знаете, да, что я удалю эту игру ровным счетом тогда, когда получу здесь 40 тысяч сердечек. На данный момент я по-прежнему топ-1 в плане. Он, кстати говоря, пацки тоже не кисло играют. То есть, смотри, вот Серега 88, у него 20 тысяч 495. Он лютый вообще, очень крутой. 19 тысяч. Ну, в общем, пацаны, мы вот таким составчиком сейчас идем. Уже никого особо не выгоняю отсюда. Ну, может быть, пока, короче, все, видите, заходят раз в час, раз в час. То есть, все, в принципе, активные. Вот привьяк был 4 часа назад, но это такое дело. Есть у нас несколько иностранцев в чате. Могу чатик показать. То есть, реально у нас тут, смотри, сколько. А вот, Серега, в корабле кирпичи закрой, Кирилл. Хорошо, закрой. Видите, везде кирпичи нужны. Я теперь на расхват. Видите, тут английской речи больше, чем русской. Ну, конечно же, нет. Но типа, ну типа как-то так. В общем, долина закрыта 29 тысяч сердечек сейчас. И мне остается до ула, чтобы просто полностью пройти эту игру. 40 тысяч сердец, ребят. Все бы хорошо. Но после 20 тысяч сердец появляется фигня. Вот видите, внизу через 22 часа 30 минут у меня снимется 462 сердца. 5% от общего количества сердец у меня аннулируется. То есть, это представьте себе, что вы апаете кубки, пушите. И после, например, 20 тысяч кубков у вас будет списываться каждый день 5%. Раз в сутки 5% от общего. То есть, на данный момент 5% это 462 кубка. Это сложно. Теперь стало действительно намного-намного сложнее. Кирпичи прикольно дают сердца, на самом деле. Они, ну то есть, они сложно добываются, но они прикольно дают сердца. Потому что, обратите внимание, например, за 80... Ну, то есть, за каждый кирпич дают чуть больше одного, одного, соответственно, сердца. И это реально удобно. Но кирпичи добываются, блин, долго. Я не знаю, что с этим делать, но это реально долго. И какое-то время мне придется на это потратить. Дальше. Начал улучшать лабораторию до 9 уровня. Дело все в том, что на 9 уровне появляются эликсиры. Ускорялки для чуваков, которые работают над кирпичами. Не знаю, сколько я смогу построить этих эликсиров. Потому что, помните, есть еще одна нерешенная проблема. Эликсиры все создаются за максимально редкие ресурсы. То есть, вот, чтобы построить любой эликсир, видите, внизу у нас есть вот там перо. Вот эти все штуки. Ты нигде не можешь их купить. Неважно, донатер ты, не донатер. Ты можешь их взять только у чувака по имени Отто. Вот только у него. Вот только у него ты можешь, короче, взять эти штуки, закрыв несколько заданий. Буквально 2, максимум 3 задания я видел в день, которые дают эти ништяки. То есть, в целом, это путем длительных накопительств нужно делать. И донат, кстати говоря, никак на это не повлияет. Влияние доната в игре. Пожалуй, в этой игре, среди всех игр Supercell, не считая тех, в которые я не играл и не особо понимаю в них, это Хайдей и Бумбич. Но Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, вот, все эти игры вообще нервно курят в сторонке по сравнению с тем, насколько сильно донат играет роль в этой игре. Он играет в плане быстроты развития. Ты действительно развиваешься намного быстрее, твоя долина развивается намного быстрее за счет доната. Мне кажется, это определенный дисбаланс. Но в то же время, есть в этой игре и такие штуки, как вот только что я назвал, создание эликсиров, например, которые, ну, вообще никак не влияют от доната. То есть, тебе никак ничего не поможет. И тут много чего есть такого, что тебе никак ничего не поможет. Ну, например, ускориться я могу за счет вот этого эликсира. Видите, у меня на 1900 там часов есть элика, да, я могу ускоряться. Я постоянно какие-то акции здесь покупаю, вот в данном случае купил прям ежедневную тему, это не акция, просто ежедневная тема, но и среди ресурсов я купил на 50% дешевле и забрал бесплатно шерсть. Все это прикольно, но я никак не могу по-другому ускорить или, знаете, досрочно как-то закончить добычу кирпича за счет доната. То есть некоторые вещи ты все-таки не можешь порешать за деньгу, и это, блин, прям люто немного бесит. Ну не то, что бесит, но если донат настолько сильно влияет на эту игру, почему не сделать досрочную, например, досрочную постройку здания? Ты никак не можешь досрочно закончить постройку здания, ни за какие деньги. Да, ты можешь вот так вот ускорить, но это неэффективно в плане зданий, потому что здание строится там 12 часов в сутки, и ты не можешь себе позволить на сутки включить эликсир. Ну я, по крайней мере, не могу, я не настолько злостный донатер. По ходу игры появляется много-много ресурсов. Например, появились вот такие вот статуи, которые с камней делаются. Они очень долго клепаются, очень долго. И теперь вот, когда приплывает кораблик, то куча каких-то новых ресурсов появляется. Дальше будет их еще больше. В общем, это все становится супер для меня сложным. Поэтому, ребятки, я предвкушаю 40 тысяч сердец и, наверное, притормозить с этой игрой, потому что, я не знаю, очень бы хотел, если бы разработчики ее релизнули, но есть ощущение, что они могут ее и прикрыть. По поводу счетчиков. Вот эти счетчики, там где пишется ready in 4 часа 12 минут, на самом деле это все неправильно. Это все абсолютно неправильно. Никогда, я даже засекал, никогда за это время ничего не достигалось. То есть, видите, оно ведет какие-то пересчеты. Вот здесь, например, storage full через 2 часа 43 минуты. Это, конечно же, неправда. На самом деле будет быстрее. Но почему-то счетчики постоянно обманывают. Да, они являются неким ориентиром, но меня больше всего выбешивает, когда ты ставишь какое-то здание, и оно пишется, не будет закончено в течение 4 дней. Блин, а почему все так криво работает? То есть, много чего работает максимально-максимально кривовастенько. Я надеюсь, разработчики это все дело починят. И очень сильно надеюсь, что скоро я апну 30 тысяч сердечек, и ух, заживем, пацаны. А, и последнее, что я хотел бы рассказать, это то, что я не открываю сундуки. Видите, все сундуки на Дороге Славы, они закрыты. Я их не открываю. Есть одна небольшая проблемка. Она заключается в том, что в этой игре есть золото-хранилище, Карл. То есть, гема-хранилища здесь нет. Гема мы можем иметь бесконечное множество, потому что, ну как это, не покупать гемы? А золото у нас лимитировано. Мы можем, у нас золото может влезть ровно 6 тысяч голби. Хотя, если ты покупаешь его в магазине, ты можешь купить его больше. Оно влезет поверх хранилища. Но, когда ты открываешь сундук, тебе обязательно напишут, что твое золото-хранилище заполнено уже, и эта голда, она как бы не может туда ввалиться. И ты такой, что за херня? То есть, когда ты покупаешь за гемы в магазе, может. А если сундука игровым, по сути, путем, то не может. Это очень бесит. Ну, типа, выборочная какая-то хрень для донатеров, да, а для не донатеров нет. Ну, бредятина. Но, это не важно. Я не о морали здесь. Я о чисто технической вещи. Технически открыть все ящики, наверное, вряд ли получится. Вот. Ну, может быть, я еще апну на несколько левелов золото-хранилища. То есть, видите, я его не апаю, потому что 6 тысяч, по сути, предостаточно пока что. Я его апну на четвертый. Возможно, мне понадобится где-то еще недели две, наверное. Мне точно понадобится для того, чтобы 40 тысяч апнуть. И, возможно, за эти две недели я еще как-то увеличу. И мне кто-то с оглановым говорил, что, по идее, если обнулить золото до нуля, все потратить, то, открыв весь путь, может быть, этого хватит. Ну, очень сильно хочется запилить видос, где я, короче, это все открою. Еще раз, я понимаю, что я играю в бете, что мало кто из вас играет, но раз уж я играю... Блин, я же не только играю, типа, для контента. Мне реально по кайфу в эту игру просто так играть. Поэтому как-то так. Тем более, ну, буду говорить, да я ее еще в бете прошел. Уже не важно, знаете. Вот. Как-то так, ребятки. В общем, вот так и живем. Собираем ресурсы, фармим и развиваемся. Мне не хватает здесь, конечно же, махачей. Мне не хватает какого-то драйва, грабить чужие деревни и так далее. То есть, ну, а где нам воевать, если не в игре? Я считаю, что в реальной жизни воевать, это тупо, это средневековье, это бред. Вот, ну, хотелось бы... Ну, не все разделяют мое мнение просто. Поэтому, блин, как обезьяны друг друга убивают. Вот. Ну, а где? А в играх это классно, это прикольно. Для этого и нужны игры, мне кажется, нет? А мы тут фермерством занимаемся. Ну, такое. Ну, вообще, в целом, интересно, весело иногда порой. Ну, и это расслабляет. Это чисто не драйв, не Brawl Stars, не Clash Royale. Это чисто потыкать вот так вот, знаешь, старперская такая игрулечка, короче. А, в общем, тупо для старперов. Так что, если ты 12-летний старпер, милости просим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех обнял. Пока, ребят.